Больше суток в Нижегородской области разыскивали 4-летнего ребенка, пропавшего в лесу. Сотни человек, десятки спасательных отрядов, подразделений с собаками, армия, спецслужбы, сотрудники МЧС, даже поисковые вертолетные бригады. На протяжении суток искали пропавшего мальчика в районе деревни Кирженецборского района. О пропаже мальчика в субботу, 14 октября, сообщили родители. В тот день Ярослав вместе с младшим братом, мамой и бабушкой поехали в лес за грибами. Взрослые ненадолго отлучились и оставили ребенка возле машины. Вернувшись, на месте 4-летнего Ярослава не нашли. Спасательная операция развернулась в тот же вечер. К поиску подключились волонтеры. Все неравнодушные люди откликнулись на призыв помочь. Их предупредили о том, что необходимо при себе иметь соответствующие экипировку и фонарики. Мы в 3 часа ночи приехали, с 6 утра развернули штаб, потом начали всех организовывать, перемещали штаб, раздавали задачи, выдали нам навигатор, рацию, компас и бригадами отправляли в лес на поиски. К воскресному утру на призыв волонтеров в деревне Керженец уже прибывали добровольцы со всего Приволжского федерального округа. Помимо нижегородцев, добровольцы приехали из Москвы, Республики Татарстан, Мариел и Кировской области. Глава региона Глеб Никитин взял поиски под личный контроль и распорядился подключить авиацию. Вертолеты летали на стадион, были такое количество, действительно, они с тепловизорами смотрели, где, что, как. Конечно, хорошая организация в этом плане. Для поисков ребенка были подключены беспилотники, его разыскивали с помощью тепловизоров. Техникой помогли не только службы быстрого реагирования нашего региона, но и соседних. 131 человек МЧС и 20 единиц техники. Также в поисках принимали участие Министерство внутренних дел, Росгвардия, Следственный комитет. Стоит отметить, что на место пропажи мальчика приехали тысячи обычных людей. Каждый выполнял задачу, которая была ему по силам. С 7 утра сегодня прочесывали. Около 32 километров собачки прошли, но безрезультатно. Дождик прошел, не чувствует ничего. Так что тяжело. По болотам нас их отправили с собаками. Вот только из болота вышли. Собак примерно около 70-50 в нашей группе было. В спасательной операции принимало участие около 3 тысяч человек. Люди разбились на десятки отрядов. Они были закреплены за группами сотрудников спецслужб. Каждый отряд прочесывал свой участок лесной территории. Они достигали нескольких километров. На место поисков прибывали люди, привозившие все необходимое. Привезли продукты, то, что просили волонтеры. А что просили? Расскажите мне подробнее. Просили гречку, рис, тушенку, воду, батарейки для фонарей. Бензин просили. Поиски продолжались почти сутки. Все очень переживали, что в холодную погоду, под дождем, в густом лесу, где к тому же еще есть болото, ребенок может просто не выжить. Один отряд добровольцев и нашел мальчика. Почти сутки четырехлетний Ярослав пробыл один в болотистых лесах Борского района, где водятся дикие звери. Мальчик был обнаружен в двух километрах от места дислокации поискового штаба. По словам волонтера, когда спасательная группа обнаружила Ярослава, тот спокойно сказал «Привет, меня зовут Ярик». Прошли болото, вернулись обратно, начали возвращаться, прошли где-то метров пятьсот. Шли, обсуждали. И просто в этот момент просто хотел сказать «Ярику». Мы сказали «Ярик», но он отозвался в этот момент, вернулся к нам. Сейчас мальчик госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Нижегородские службы экстренного реагирования выражают благодарность всем нижегородцам, пришедшим на помощь поисковикам. Олег Лавров, Василий Низов. С места событий. Объективно. ННТВ.